Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут священник Иоанн Тераутс, и мы продолжаем с вами разбирать первое послание апостола Павла Коринфяна. Так, в предыдущей нашей видеолекции мы затронули темы 8 главы послания апостола Павла Коринфяна. Сегодня мы с вами обратимся уже не к 8, а к 9 главе этого послания. 8 глава повествовала о границах христианской свободы. Она представлялась как рассуждение апостола Павла в данном ключе, что позволительно, что возможно, и мы пришли к общему выводу о том, что суть нашего с вами, нашей христианской свободы в том, чтобы она тесным образом соединилась с любовью. Если любовь и свобода, любовь и знания не соединяются, то это причиняет большие неприятности носителю. Это так и есть. 9 глава будет показывать нам на примере апостола Павла, как он живет в этой парадигме, как он живет в этих рассуждениях. Начинается она с целого ряда риторических вопросов, вопросов, на которых не нужно давать ответы. Они и так понятны. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе?» Итак, этот ряд вопросов, на которые мы все-таки дадим ответ. «Не апостол ли я?» Ну, понятно, что он апостол, и он докажет это впоследствии. «Не свободен ли я? Но если уж вы свободны, то тот, кто принес вам веру в Иисуса Христа наипаче, свободен». Правда ведь? «Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» Вот здесь возникает вопрос. Для нас сегодняшних, которые знают, что апостол Павел не был с числа 12, ощущение, когда же видел апостол Павела Иисуса Христа? Книга «Деяний» предлагает нам целых три момента в жизни апостола Павла, когда он видел Иисуса Христа. Это тогда, когда он на пути в Дамаск был призван Иисусом Христом, а также еще два видения, описанные в послании. «Не мое ли дело вы в Господе?» Что это значит? «Не я ли основал вашу церковь? Не я ли первый проповедовал вам имя Иисуса Христа?» Вспомним, что среди коринфян действительно были разные партии, разделения, именно на основании проповеди апостола Павла. Некоторые примкнули к другим партиям и к другим учителям. И поносили апостола Павла. «Если для других я не апостол, то для вас апостол». Сходная риторика встречается в посланиях к галатам апостола Павла. «Ибо печать моего апостольства вы в Господе». То есть вы, церковные, вы, верующие в Иисуса Христа, являетесь печатью моего апостольства. Печать использовалась в обиходе тогдашнего античного мира следующим образом. Например, печатью запечатывали бочки. А печать больше, наверное, походила сегодня на пломбу, пломбирование помещений или каких-нибудь емкостей. Печать показывала, что внутрь никто ничего не доливал, или наоборот, не выливал оттуда, что она в целости и сохранности идет от того, кто наложил эту печать. Так вот, печать апостольства апостола Павла, подтверждение его апостольства, это то, что коринфяне являются христианами. «Вот мое защищение против осуждающих меня». Дальше мы с вами видим некая автоапология апостола Павла. Он защищает свое апостольское право, апостольское достоинство, а также сопутствующих ему людей. По всей видимости, среди коринфян начиналось осуждение апостола Павла. «Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья господни Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не работать?» Итак, здесь нужно обратить внимание, что в греческом тексте нет запятых. И понять, о чем здесь говорит апостол Павел, о какой сестре или жене, или сестре женского пола, сестре во Христе, просто помощнице, идет речь. Ряд толкователей, большая часть, все-таки склоняется к тому, что здесь речь идет о просто сестре, какой-то сестре во Христе, которая помогала в путешествиях апостолам. Ряд же, небольшой ряд толкователей считают, что здесь речь идет о женах. Например, апостола Петра, мы знаем о его тещи, но раз была теща, значит, точно была и жена. А также ряда апостолов, потому что на самом деле почти все апостолы, за исключением лишь Павла и Иоанна, имели жен. Павел, однако, не знаем, был ли он вдовцом или никогда не вступал в брак. Или один и я и Варнава не имеем власти не работать? Вот здесь уже идет речь об обеспечении со стороны общины своих проповедников и служителей. И здесь давайте с вами обратимся к тезисам апостола Павла. Он привлекает аргументы из обычая человеческого и закона Божия. Это три риторических вопроса, на которые его слушатель должен был ответить. Абсурд! Не может быть, чтобы воин, служивший в армии Римской империи, вечером ходил бы, например, в порт для того, чтобы таскать тяжесть. Его должно было содержать государство. Абсурд! Насадив виноградник, не ест плодов его. А для чего же тогда ты насаждал виноградник? То есть человек, крестьянин, опять же, здесь обращение к разным слоям населения, для которых тот или иной пример может быть особенно близким. Человек, крестьянин, земледелец насадил виноградник. Он намеревается получить с него какую-то прибыль, продав этот виноград. Но в то же время он и питается от этого. Следующее. Или, пася стадо, не ест молока от стада, пастух питается за счет своей работы, делами рук своих. Это по человеческому рассуждению. По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? И здесь он переходит к следующей аргументации через закон Божий. Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждая рта у вала молотящего. А валах ли печется Бог? Дело в том, что это цитата из, точнее ссылка на цитату из книги Второзакония, в которой говорилось о том, чтобы иудеи, евреи не накладывали никаких приспособлений на морду животного, когда оно работает, когда оно тяжело работает на поле, например, или в жерновах, для того, чтобы животное могло подкрепиться пищей. Но понятно, что здесь, опять же, есть иносказание. Господь печется же, в первую очередь, не о животных, а о человеке. То есть, опять же, не удерживай мзду от работника, не пытайся привлечь каждого просто так, бесплатно. Казалось бы, очень странная тема. Она, может быть, напрямую не касается Царства Божия, она скорее касается содержания здесь, земного, но, оказывается, это очень тесным образом связано с нашей нравственностью. Ветхий Завет не раз напоминает своим читателям о том, что необходимо всегда стараться оплатить труд людей, которые тебе помогают, людей, которые работают под твоим началом. О вале понятно. Это из Второзакония. Так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если мы пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не пачили мы. Однако мы не пользовались сей властью, но все переносим, дабы не поставить никакой преграды благовествованию Христову. По-видимому, здесь апостол Павел говорит о тех людях, которые приходили и после него проповедовать в коринфских общинах, и которые пользовались теми правами, которые им предлагались. Слово «власть» зачастую в текстах Священного Писания Нового Завета переведено с греческого «эскусиан», что было бы, наверное, правильнее перевести как «право». Апостол Павел не использует этого вправа, однако он не считает неправильным его использовать. Но в его благовествовании он видит важность как раз-таки в безвозмездной проповеди Евангелия. «Разве вы не знаете, что священодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою». Итак, апостол Павел об этом говорит как о примере. Он имел право, и имел право, которое подтверждено и законом Божиим, и обычаем человеческим, которое даже нельзя сказать, что в серой зоне находится. Это нормально, это норма, норматив. Но апостол Павел не пользуется этим правом. Он ограничивает свое право ради того, чтобы не возложить на плечи этих людей бредмеда неудобоносимой, для того, чтобы не оттягчить их еще и своим содержанием. Мы знаем с вами, что это принципиальная позиция апостола Павла. Однако, конечно, он получал те или иные воспомоществования от разных церквей. Так, например, в послании к филиппийцам он на это благодарит филиппийскую паству за то, что те не покидают его в его невзгодах и в его путешествиях. Действительно, для того, чтобы беспрепятственно путешествовать по Римской империи, конечно, ему необходимы были какие-то средства. Итак, а о какой похвале говорит апостол Павел? Что значит мне лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою? Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. «И горе мне, если я не благовествую». Апостол Павел чувствует внутреннюю вынужденность, принужденность к благовествованию. То, что это не просто его какое-то свободное творчество. Это то, к чему принуждает его его совесть. Это то, к чему принуждает его его внутренний долг. Это то, к чему призвал его Господь. Но что он может сделать от себя? Он может отказаться от естественного своего права питаться от тех общин, где он проповедует. И в этом он видит свою награду. В этом он видит свою радость. Если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. «За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью, или, лучше сказать, правом в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Самая главная задача апостола Павла — это приобрести побольше людей для Христа. Мы вспоминаем с вами, что Господь говорил ученикам, что Он сделает из них ловцов человеков. И апостол Павел был искусным рыбаком, искусным ловцом человеков. Он действительно пользовался всеми возможными путями для того, чтобы привлечь как можно больше людей ко Христу, подарить им эту веру в Иисуса Христа, вселите эту веру в Иисуса Христа. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Это он делает для благовествования. Он делает все, облекает свое слово, свое служение, свое дело в новые и новые одежды, чтобы представить многогранность путей к Господу Иисусу Христу. Вспоминаем его проповедь в Ариапаге, которая описана в книге Деяний. Апостол Павел не направляется с обличением к ариапагитам за их языческую жизнь в Афинах. Нет. Он говорит им, что они боголюбцы, что они даже поставили жертвенник неведомому Богу. И на основании этой легенды, которая была в Афинах, он строит свою проповедь. И ведь действительно, да, среди ариапагитов немногие пошли за Христом, но были и те, например, такие, как Дионисий и Ариапагит, которые воссияли на неве церковной проповеди. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его, соучастником благовествования, благой вести. Не знаете ли, что бегущие на ресталищи бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. Наша награда за нашу старание, за нашу аскезу, за наш подвиг является нетленный венец, вечная жизнь с Богом, вечная радость в Боге». Мы видим с вами пример спортсменов, которые бегут, которые много трудятся для того, чтобы получить просто венец, получить похвалу от народа, которые бегут для того, чтобы получить награду, но награду тленную, которая может забыться, потеряться. Мы же с вами бежим для того, чтобы получить награду Господню. И поэтому среди нас может быть и соревновательное состояние, мы с вами можем быть кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то сильнее, выносливее, кто-то менее. Мы все бежим и все надеемся получить венец. И потому я бегу не так, как, наверное, боюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Каждый человек, каждый проповедник Слова Божия видит в себе немощи, которые скрываются под его человечеством, скрываются за его человечеством. Каждый человек видит их и скорбит о них, потому что боится, что именно из-за этих немощей он, у которого может быть хорошее слово, он, у которого может быть прекрасная внешняя жизнь, окажется недостоин войти в Царство Божие, не достоин быть рядом со Христом, невозможным будет его вход, потому что он не построит в себе эту возможность. И поэтому апостол Павел бежит с особым усердием. Поэтому апостол Павел действует, употребляя все возможные варианты для того, чтобы служить Господу Иисусу Христу и для того, чтобы быть с Ним в Царстве Божием. На этом мы с вами заканчиваем разбор и комментарий к 9 главе 1 послания Коринфянам. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok